Поехали! Поехали! Как вы получаете? Вы попадаете на геймборд! Как вы получаете? Как вы получаете? Эти два выражения похожи по смыслу на How are you? То есть очень часто мы привыкаем к слышать фразу How are you? Но есть очень интересный момент, когда мы приветствуем друг друга В неформальной разговорной речи вы можете услышать How is it going? Что значит, ну как оно? То есть How is your test going? То есть How is your project going? То есть это все связано с вопросом как дела На самом деле можно также заменить его на How are you doing? Вместо how are you, да? То есть добавляется слово doing очень полезно И going тоже не менее полезное Вот So How are you doing, man? Hello, what's up? How are you doing? How is it going? How is it going? Или, например, вы приходите в школу и узнаете как дела вашего отпрыска И говорите Well Ну Хотелось бы узнать How is my son doing? Что Понимаете, вы не можете сказать How are you, my son? Это не работает Мы говорим How is my son doing? So И вам ответ Well He's Doing ok Что значит Ну как успехи моего сына? Ну и все нормально Вроде бы так Пойдет потихонечку Угу Хорошо Так просто Мимолетом Sorry You freak Про слово freak мы говорили много не будем Уже уделять ему внимание Что есть у него положительная коннотация То есть страстный фанат, любитель чего-либо Ну и есть, соответственно, и негативная Когда мы говорим о том, что человек какой-то вот Не от мира сего То есть уродец Ненормальный И так далее Просто freak Как в русском языке используется Hey guys В данном случае я бы хотел сосредоточиться на выражении Any minute Кстати Дословный перевод этой фразы означает В любую минуту Но еще Эта фраза также переводится и с минуты на минуту Например А где там, не знаю, Паша Well, he's gonna be here any minute Что значит Он здесь будет в любой момент То есть с минуты на минуту Да? Давайте напишем это предложение He's gonna be here any minute now То есть сейчас То есть он будет здесь с минуты на минуту Или в любую минуту Any minute No, I know It's such a huge life altering thing Слово huge В английском языке Имеет Довольно-таки Такое серьезное сленговое значение Потому что huge это не только как перевод огромный Да? Вот как здесь написано Огромный и важный Слово huge в сленге означает Что-то очень важное, крутое, суперское Например Там Они собираются Завести пятого ребенка This is huge Что значит Ну это вообще что-то такое Что-то с чем-то This is awesome This is great This is unbelievable This is huge Несмотря на то, что фильм старенький Это слово до сих пор Имеет место быть Так что Имейте в виду В данном случае она говорит Life altering Alter Альтернатива Отсюда слово, да? Это то, что меняет Соответственно меняющий жизнь И получается такая крутая Да, очень серьезная В корне меняющей жизни Life altering О'кей? Дале Обратите внимание на то Какое большое, длинное подлежащее Здесь очень важно не запутаться Потому что, смотрите То есть, это как если бы я сказал То есть, бывают в английском языке, как и в русском Серьезные, большие, длинные предложения Надо иметь в виду, что Если я пропущу какой-нибудь вспомогательный глагол Или соединительную штучку Или глагол to be, как связующий элемент Мы можем попасть в просад То есть, сказать набор слов, но не предложения То есть, первая команда, которая ответит На большинство вопросов, побеждает Кстати, если вы преподаете, не знаю, физкультуру Или там о своих затейниках Вы хотите на английском кому-нибудь что-нибудь Объяснить, какое-то правило игры Шикарное объяснение То есть, та команда, которая первая ответит На все вопросы, побеждает Соответственно, та команда, которая первая Принесет мячики, побеждает Та команда, которая первая забросит мячик в кольцо, побеждает Этот шампурчик работает Вы нанизываете именно то, что вам нужно То есть, получается, что я могу сказать The first team to Это первый вариант Ну, а здесь я могу сказать уже что угодно Например, the first team to get the ball in the net Wins Да? Ну, вот так вот То есть, выделим это, чтобы это было очень понятно Дальше The first team to answer the most questions wins The categories are fears and pet peeves Fears and pet peeves Pet peeves Это слово Такое интересное на самом деле Pet peeves И здесь я написал как Страхи и Долго я думал, как же обозначить здесь слово pet peeves Но pet peeves Это то, что мы называем в русском языке наши пунктики То, что нас раздражает Это не совсем наши страхи или фобии Но это то, что очень сильно нас Ну, как бы Допустим, для кого-то Пенопласт Когда так делается Это вот ваш pet peeves Это то, что вас вот изнутри выворачивает То, что вам не нравится Вот вы на этом просто вот не повернуты У вас пунктик на эту тему Или для кого-то, я не знаю Там, кактус растет вправо А надо, чтобы влево Вот это вот ваш pet peeves То есть, и так далее У каждого человека есть свои pet peeves Да? Поэтому категория такая Страхи и вот эти вот пунктики, скажем так Я не знаю, как мы русский язык перевели Вот, возможно, они его даже могли обойти Но интересно, вот, посмотреть, как мы русский перевели Я перевожу именно так Анчинская история Литература И это все родители Сейчас Коин-тосс Для того, чтобы посмотреть, кто идет сначала Окей Коин-тосс Тосс-слово очень хорошее Означает швырять, бросать Как правило, это слово Оно подразумевает именно вот такой вот швырок или бросок То есть, например, волны когда-то отбрасывают одно, другое То есть, они вот лодку эту качают Но не просто качают, они швыряют Тосс То есть, они Тосс the ship They toss the ship over Когда ship is tossed over, он опрокинутый И, кстати, очень интересный момент еще, когда мы говорим про слово Toast I'm sorry, toss Тосс в американском То что у нас получается? Если вы плохо спали То вы говорите Я вот и все ворочался Я вот никак не мог заснуть И как бы вот все что-то мне мешало То вы говорите так I was tossing and turning Как раз, кстати, два слова, которые нам сейчас нужны I was tossing and turning Допустим, last night Окей Toss and turn Это устойчивое дематическое выражение Означает дословно крутиться и поворачиваться То есть, как бы у вас ночка была очень такая, ну Rough night То есть, да You had a rough night По-русски Как сказать Ну, выдалась такая ночка, чтобы толком не спали То есть, вы говорите I had a rough night Что значит Вот у меня такая была жесткая ночка То есть, как бы Найкгэх Неправильно, Найкгэх Угу Вот, когда вы крутились, поворачивались Не могли никого заснуть подушку на ту сторону Бросали и так далее Или еще что-то Вот это все Toss and turn Окей Далее Он говорит Давайте сейчас подбросим монетку Toss Швырнуть Для того, чтобы посмотреть Who goes first Опять-таки, здесь никто никуда не идет Здесь подразумевается очередность Например You go first То бишь, давай ты первый You go first Да, то есть, не, давай ты первый Что бы то ни было Не обязательно ходить Допустим, вы хотите прыгнуть со шкала Прыгнуть со шкалы Прыгнуть, да И, допустим Такой Cliff jumping, да И вы говорите Okay Who wants to go first Кто хочет первый начать, да Who wants to go first То есть, эта фраза не только связана с движением куда-то идти Это просто что-то начинать I'll go first Например, кто ответит на вопрос Или давайте будем отвечать на вопросы по одному You will go first Ты будешь первый Okay Okay Somebody called it this time Tails It's head Yeah, it is Gentlemen Pick your category Fears and pet peeves What is Monika's biggest pet peeve? Animals dressed as humans That's correct Ladies Same category According to Chandler What phenomenon scares the bejesus out of him? Okay To scares the bejesus out of somebody На самом деле Это сленговое выражение означает До смерти пугает, да И здесь вот На смерть, да Почему здесь ошибка пишут? Потому что, наверное, вот так Окей Но Например, если вдруг вас напугали, да Очень сильно вы такие Вы, а ты что? Ты меня просто до смерти напугал Конечно, вы можете так сказать You scared me to death И это классика разговорного жанра То есть, ты меня до смерти напугал Конечно, можно это сделать и в сленге И сказать так You scared Да, а теперь смотри, что интересно The socks Out of me You scared the socks out of me Значит, ты Вот это вот то же самое, что bejesus, который он там сказал Ну вот You scared the bejesus out of me You scared the socks out of me То есть, ты из меня носки выпугал Не поддаются смыслению Но это вот то, что имеет место быть То есть, you scared me to death You scared the socks out of me You scared the bejesus out of me You scared Если вы хотите более грубо и эмоционально сказать То говорят еще You scared the crap Army Crap это в сленге какашка Но я вам этого не говорил Это слово замените на букву ш Мы его говорить точно не будем Но слово crap это такое, знаете, вот на грани фола такая Какашка, короче Вот так вот Дальше According to Chandler What phenomenon scares the bejesus out of him? Michael Flatley, lord of the dance That is correct The Irish jig guy His legs fly around As if independent from his body Ну здесь я расскажу Вот на этой фотографии Вы сейчас увидите, что На этой фотографии Вы видите, кто такой Irish jig guy Это всем знаменитая группа Riverdance Которая мы знаменит Вот этими Ту-турн-турн-туту Да? То есть, когда они ногами Двигают так действительно Как будто настолько быстро Что они независимы От его тела Independent from his body И поэтому его это очень сильно пугает Да Вот такой вот Чендлер Это его пятпиев Имейте ввиду У каждого свой пятпиев Мы здесь Здесь потрясающая игра слов Со словом Shoot and shot Смотрите, что получается Значит, мы говорим Про бабушку, да Которая умерла И вы оба ходили На ее похороны Надо назвать имя бабушки И вот он пытается называть Name that grandmother Опять-таки, слово name В значении глагола Name that grandmother Он говорит, Nana Он говорит, послушай У нее уже настоящее имя Тут он продолжает Althea И что получается? Он говорит I took a shot Я уже говорил про слово shot Выстрел Это еще и шанс То есть, я воспользовался шансом Я попробовал другими словами Да Он говорит With Althea То есть, ты как бы стрельнул Грубо говоря То есть, ты попробовал Вот этим вот именем Он говорит Ну, вот так вот это правильно Nice shooting Что значит Неплохая попытка Угу Вот такая вот Получается игра слов Так, где мы Ага, вот здесь Nice shooting Да? Пошли дальше We'll take literature Здесь use your head На самом деле можно по-разному перевести Rachel use your head То есть, в данном случае Можно его перевести как дословно Используй голову Но можно эту фразу перевести И как в иронично на таком наездном тоне Типа Где твои мозги вообще? Включи мозги Use your head Use your head Ты вообще о чем? Слово actually, возможно, вам знакомо Оно означает вообще-то Или по правде сказать Да? Это вот это слово Actually, it's Miss Начинаем the bar Угу Вот так вот Значит, дальше мы посмотрим с вами Очень интересный монолог Фиби С эмприонами Потрясающий монолог Давайте посмотрим, о чем она говорит Hello, Teeny and Blues I'm Phoebe Buffay Hi I'm hoping to be your uterus for the next nine months You should know that we're doing this for Frank and Alice Who you know, you've been there Здесь я снялю немножко ее монолог На самом деле Хотя нет, давайте мы закончим с ее монологом Потом я вернусь к этой фразике You know, they want you so much So when you guys get in there Really grab on Okay, and I promise that I'll keep you safe and warm Until, you know, you're ready to have them take you home So Oh, and also Next time you see me If I'm screaming Don't worry That's what's supposed to happen Ready? Uh-huh Good luck Okay Давайте вернемся сюда Еще раз Um Miss Nair You know they've been there You should know that we're doing this for Frank and Alice Who you know, you've been there Итак, конструкция you've been there На самом деле потрясающая конструкция Которая обозначает И прямой перевод Да, у нее есть То есть вы там были уже Но и интересно, что Сейчас, в данный момент, более интересно И фигуральный То есть образно А теперь давайте смотрите, что получается Итак Конструкция I've been there Допустим I've been there Или же You've been there Неважно То есть Сейчас потерял все знаки Окей Она подразумевает идею, что Я там был Мед пиво пил Да, что имеется в виду Я там был А давайте я возьму Напишу другую фразу I can relate to that Или же I know what you mean Вот эти три фразки Обозначают очень интересную вещь Они означают, что вы понимаете О чем говорит человек Вам понятна та ситуация, которую он вам описывает Например Но у каждой из них есть свои особенности Конструкция I've been there Подразумевает идею, что вы испытывали И проходили через тот же опыт Что и человек, с которым вы общаетесь Например Он говорит Ты представляешь Я, короче, вчера двойку получил Мне только вообще обидно было Этот препод вообще же Жесть какой-то Вы говорите Я тебя понимаю I've been there То есть что это значит Что вы там уже были Вы испытывали эти чувства Вы получали такую же двойку Того же препода И вы понимаете, что Ну, вы понимаете этого человека Поэтому на русский это перевод Мне это знакомо Я тебя прекрасно понимаю Окей Но что происходит, когда мы берем с вами I can relate to that I can relate to that Эта фраза опять-таки похожа на то, что вы Понимаете вашего собеседника Но в этом случае Немножко другая особность Дословный перевод слова Relate Означает Иметь отношение Да, к чему-либо Или к кому-либо Отсюда Relationships Отношение Relationship Так вот Дословный перевод такой Я могу себя с этим соотнести Это не значит Что вы это испытывали На своей шкуре Но при этом Вам это понятно Вы очень эмпатичный человек Вы можете поставить Сопережить другому человеку Поэтому вы говорите I can relate to that То есть Мне это знакомо Я это понимаю Чувства как-то косвенно Или не совсем Вам они понятны Поэтому фразу I can relate to that Вы говорите Не обязательно В том случае Если вы проходили Через тот же опыт Что и другой человек I know what you mean Это фраза Как бы такая Между прочим Это когда Знаете Была реклама Как я Реклама Какая-то там Простуды Как я вас понимаю Нет, не понимаете Я прекрасно вас понимаю Так вот I know what you mean Это дословный перевод Я понимаю Что ты имеешь в виду Но опять не факт Что вы проходили Через эти ситуации Как в этих двух Первые две Более такие Знаете Глубокие Более жизненные Вы как бы Испытываете Это же все А она Почему Это фраза Ну ясно Понятно Я тебя понимаю То есть Она не такая Глубокая Не такая Эмоциональная А цепляющая Или вовлеченная Скажем так Вот То есть Это важно Вот эти три фразки Которые очень важны Для того Чтобы передать человеку Я тебя понимаю Чувак Мы с тобой На одной волне Мне это знакомо Я это проходил Испытал На своей собственной шкуре Да Я действительно могу Себе с этим соотнести Мне это понятно Эмоционально Я могу Мне не чуждо это Вот Окей Дальше Слово Grab Когда мы говорим Про grab Да Здесь Она говорит Когда вы туда попадете When you guys get in there You really grab on Grab Это хлопаться Цепляться Тут есть перевод Но я бы хотел Дать этот глагол Значение Немножко другом Когда мы говорим Grab A cup Of coffee Что значит Выпить чашечку кофе То есть Сохватить Я бы хотел пойти И как бы Выпить Взять чашечку кофе Я также могу сказать Небрежно фразу Grab a chair And sit down Хватай стул И садись То есть Ну как бы Цепляй Это очень неформально Это будет довольно-таки Ну как сказать Несколько даже Не вульгарно Это слово такое По-небратски Да То есть Но при этом Если вы в такой дружеской атмосфере Вы друзьям это говорите Или близким Знакомься Спокойно Это неформальное слово Держи Хватай Цепляй Ну и значение Попить кофе Или чай Grab Let's go and grab A cup of cappuccino Let's go grab Something to eat You know I wanna go Да Допустим I wanna go And Даже вот Ушим Брали I wanna go Get Нет Нельзя I wanna go grab Something To eat I wanna go grab somebody То есть Я хочу пойти Что-нибудь скушать Ухватить Цепануть Да Вот такой вот Grab Вот И последнее В этом контексте В этом именологе Я бы хотел Рассказать Чуть-чуть Буквально Об обороте Supposed Когда она сказала Также В следующий раз Когда вы увидите Что я буду кричать Не беспокойтесь That's what supposed to happen Так должно быть У меня есть видео По поводу Модальных глаголов Вы можете Пойти посмотреть Это видео Там я разбираю Пять фразовых глаголов Которые Переводятся абсолютно Одинаково на русский язык Как должен Так вот Сополство Это один из них Но в нем Есть один элемент Который не попадает В другие Окей Сополство Подразумевает Идею Должен В значении Что такая Есть экспекция То есть Есть такое ожидание Что такое будет Поэтому используется Именно глагол Сополство А не допустим Must Или там Should Или что-то еще Настоящее рекомендую Сходите посмотреть На канале По фразам Глагол То есть По модальным глаголам И обратите внимание На supposed И там есть Хорошие клише Я их сейчас вам Напомню Если вы еще Не смотрели Не смотрели Мы забыли What is That supposed To mean Один из вариантов Готового клише How am I Supposed To know Да? То есть вопрос Или же еще классика What am I Supposed To do Это три вопроса Которые Разговорная речь Имеет огромный Огромный Такой пласт То есть Давайте сейчас Вот видим Я просто рекомендую Запомнить Потому что Where is that supposed to mean? Например Я думаю Что ты короче Лузер По жизни Вы такие Че? Where is that supposed to mean? Это еще как понимать? Или например А ты знаешь Что твоя там Не знаю Там подруга Не ночевала дома И не понял Where is that supposed to mean? Это еще как понимать? То есть Как прикажешь Мне это Понимать Дословный перевод Ну не дословный даже А вольный перевод Этой фразки Или когда я говорю Скажи-ка пожалуйста Мне как столицу Гондураса How am I supposed to know? Мне откуда знать-то? How am I supposed to know? Если я хочу сказать В прошедшем времени Откуда мне было знать То я буду менять М Как вы догадываетесь На воз И у нас получается How was I supposed to Ты почему всем рассказала Что мы встречаемся? Никто не должен был знать Об этом Дорогая Ну How was I supposed to know? Окей А другая такая говорит What am I supposed to do now? Моя мама узнает Ты мне кирдык башка? И что же мне теперь делать Прикажешь Да? What am I supposed to do? И что же мне теперь делать? Естественно Что мы можем опять-таки Вот эту штучку заменить Например на What are we Supposed to do? Вот эти вот три штучки Которые я считаю Очень полезны Дальше Дальше Когда она сказала Ну собственно Что у нас еще? Код лайк Понятно Удачи Вот Пока все Делаем очередной кофе-брейк Увидимся с вами в следующий раз Буквально через ваш собственный кофе-брейк Вы сами назначите время Я вас буду ждать На следующем уроке Пока До встречи Очень скорой встречи Продолжение следует...